Сегодня четверг, традиционно это день экспирации по индексу РТС, но сегодня хочу подвести итоги. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сегодня экспирация по индексу РТС. Я не ожидал ничего неожиданного, ничего неожиданного особенно и не произошло. В общем, индекс РТС никуда сильно не дергался, что принесло мне некую прибыль. Она тоже не такая большая, но зато, в общем, смотря как считать. Итак, смотрите, что произошло у нас за прошедшую неделю. Вот здесь вот красная черта, вы видите, это начало недели и предыдущая неделя фиксировала убытки. В общем, ну вот, она консолидировалась, но, в общем-то, все указывало на то, что индекс будет расти. Почему? Ну, во-первых, нефть растет, с политикой все хорошо, я уже говорил, рубль укрепляется, в общем, санкций никаких не вводится, все хорошо. И поэтому, в общем, я спокойненько просто построил следующую стратегию. Она была немножечко нетрадиционная, в общем-то, для меня. Я взял и продал на центральном страйке, вот здесь вот в четверг, на центральном страйке продал и кол и пут, два опциона, но продал их на очень незначительную сумму. Сейчас я попытаюсь это изобразить. Вот здесь видно, что центральный страйк в этот момент был 140, и сейчас я попытаюсь нарисовать, что это было. Ну, вот сейчас я рисую относительно прямую линию. Будем считать, что она прямая. И вот здесь вот 140. И я взял и продал, ну, продать опционы, как вы понимаете, много нельзя, не получится, просто ГО не позволит. Я взял и продал несколько опционов, по-моему, там четыре штуки. Вот такая штучка образовалась. Вот, а значит, на следующем страйке я купил сильно больше опционов для того, чтобы обнулить дельту. Соответственно, у меня получилась вот такая вот картинка. Это на момент экспирации было бы. То есть, вот я получил премию, и для того, чтобы обнулить дельту, я продал опционы, вернее, купил опционы дальше. И, соответственно, получилось... Сейчас я попытаюсь поменять цвет. Вот такая штучка примерно получилась. То есть, у меня дельта равна нулю, и куда бы ни отклонилась индекс, у меня начинает дельта увеличиваться. Ну, почему я так сделал? Да кто его знает, так сказать, как-то было спонтанно все. Вот, и, ну, как вы видите, индекс начал увеличиваться. Ну, раз начал увеличиваться, он пробил вверх, ну, значит, и все хорошо. Что я сделал? Я вот эту вот линию, которая купленная, я их все продал. Вернее, нет. Сначала я вот это вот плечо я двигал дальше. То есть, я двигал вот эту штучку сюда. Я потихонечку... Ну, я продавал вот эти. То есть, вот здесь вот уже было у меня вместо купленных проданные. То есть, я перевернул это дело. И у меня уже было, ну, то же самое, только вот так вот. Раз, раз, раз. И я это, ну, продолжал двигать. Потом я посмотрел, что выше 150 вряд ли пойдет. И поставил. Здесь вот у меня 147 500 они проданы. А 150 куплены, насколько я помню. Давайте сейчас посмотрим. Так, я отменяю рисуночек. Да, 147 500 у меня проданы опционы. Кол. 15 штук на настоящий момент. И 150 куплены. Вот такая вот шляпа традиционно у меня получилась к моменту экспирации. В общем-то, все фиксируется сейчас. В настоящий момент 17 часов 26 минут. В общем-то, уже все практически схлопнулось. Все известно. Вот они, вот у меня позиции. Сейчас 94 тысячи на счете 652 рубля. И вариационная маржа еще 786. То есть, ну, 95 300 рублей будет. Вот. На начало недели у меня было 88 тысяч. То есть, примерно, я тут посчитал, 8% за неделю относительно 88 тысяч я сделал. Ну, честно говоря, честно скажу, что вот в предыдущей неделе вот здесь вот я немножечко перетрухнул. И здесь я зафиксировал убытки. Ну, а на этой неделе 8% прибыли. И они, ну, в общем-то, они ликвидировали все убытки, которые у меня были. То есть, сейчас я по итогам двух недель вышел на ноль. Ну, а по итогам месяца я вам сейчас покажу в течение месяца, что у меня тут. Ну, а в течение месяца, вот смотрите. Я, как говорил ранее, вносил 20 тысяч, потом еще 180 тысяч внес, потом получил прибыль. Ну, а потом вывел 180 тысяч. Таким образом, у меня сейчас 93 тысячи. Из них 73 тысячи это чистая прибыль. Нет, уже 82 прибыль. Вот такое дело за месяц у меня получилось. Это на срочном рынке. Ну, а на рынке акций, естественно, ничего особенного не происходит у меня. То есть, никаких изменений в портфель я пока не вносил. То, что я показывал в предыдущем видео, а в предыдущем видео я показывал состав полностью портфелей и фондового рынка, и рынка на Санкт-Петербургской бирже, никаких изменений с тех пор не произошло. Вот, поэтому, в общем-то, и показывать особенно нечего. Что нам ждать на следующей неделе? Давайте посмотрим. Следующая неделя заканчивается 18 числа. Ничего особенного к этому времени не планируется, насколько я понимаю. Там 22-23 февраля какие-то там заседания по поводу санкций, но это уже будет после истечения этой недели следующий. Сезон отчетности пока еще не начался, поэтому я жду, что все будет колебаться. Давайте посмотрим. Так, здесь четырехчасовой график. Ну, в общем-то, я не вижу никаких сильных попыток движения ни вверх, ни вниз. По нефти давайте посмотрим. Нефть очень сильно за последнее время выросла. Вот, и нефть в результате, вот она так выросла сильно. Но сейчас масштаб изменим. Вот, видите, уже здесь дисперсия, то есть, ну, амплитуда колебаний снижается, что говорит о том, что, в общем-то, нефть упирается в какой-то порог, достаточно большой, на уровне 61 доллар за баррель. Выше она вряд ли вырастет, но ниже вполне себе может упасть. Но тоже, я думаю, пока не сильно. И, ну, здесь тоже ничего такого особенного я не жду. Вот. То есть, нефть устаканилась и какое-то время продержится здесь, по моим предположениям. Что с индексом S&P 500? Ну, вроде он вчера начал, дернулся вниз очень сильно, но, в общем-то, казалось, что это очень сильно. Вроде бы он, так сказать, двинулся и здесь по объемам, вроде большие продажи. Но тоже ничего страшного не произошло, потому что, а что там должно произойти, никаких фундаментальных причин к этому нет. Поэтому, следующую стратегию я думаю, что буду строить. Ну, пока еще не знаю, планирую только. Ну, я думаю, что, исходя из того, что индекс РТС не вырастет выше 150 тысяч, то есть, я, скорее всего, куплю 147 тысяч 500 опционы и, ну, продам немножечко 150 тысяч, а может быть и не продам. То есть, у меня будет опять вот такая вот штучка, и дальше я уже буду смотреть. Вот. Ну, и с другой стороны, я думаю, что я куплю опционы 137 тысяч 500 опционы PUT. То есть, если он упадет, то эти вырастут, если он начнет расти, то будут расти вот эти. Ну, и, соответственно, буду двигать какие-то вот концы, то есть, продавать уже на других страйках. С акциями вообще никаких движений я не ожидаю особенных. То есть, сезон отчетности не начался и только начинается. Пока все тихо и спокойно. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.